Добрый день, дорогие друзья! Зовут меня Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы поговорить, порассуждать на тему, которая называется «Поручительство». Это слово означает договор устный или письменный, при котором поручитель обязывается нести ответственность перед кредитором за должника. В случае невыполнения последним его обязательств перед кредитором, поручительство может быть как денежным, так и каким-то духовным или, скажем, физическим. Вы можете поручиться, что ваш сын или ваша дочь помогут кому-то. И это разные формы может быть. Кому-то вскопать огород, кому-то купить продукты в магазине, принести им на дом, или прийти убрать немного в квартире, или приготовить немного еды. И это могут быть разные поручительства. Но в любом случае это большая ответственность. И не всегда люди, которые поручаются, оказываются виновными. Не всегда с них начинают что-то спрашивать. Но и бывает так, что поручителю приходится очень-очень трудно. Ибо его подводят. Я расскажу из своей жизни такой пример. Один из моих друзей попросил меня за своего брата. Он живет в другой стране. Чтобы я ему помог. Его брату. И брат его, взрослый парень, к сожалению, не умел писать по-русски. И поэтому ему было трудно устроиться в России на работу. Я, помолившись, решил, что отдам ему одну из своих четырех работ. Работа была нетрудной, но ответственной. И перед хозяином этого фитнес-центра я стал просить, и он стал задавать мне вопросы, а почему, зачем. Я стал объяснять, настаивать, убеждать. Я стал как бы поручителем. За этого молодого парня. Что он справится с этой работой. Но он не справился. Он не проработал даже одного месяца на этой работе. И причины, почему он не справился, были разными. Надо было рано вставать, а он это не мог делать. Затем приехала его мама проведать его. И он хотел побольше быть вместе с нею. Это была работа ответственная. И в то же время на этой работе была вредность. И, одним словом, он не справился. В результате, не только я, но и этот парень молодой потерял свою работу, это рабочее место. И, как поручитель, я отказал, оказался несостоявшимся. То есть, я поручился за человека, который потом подвел. И желание людей приобрести жилье, участок земли, автомобиль, что-то ценное, что-то, что стоит сверх одной, а то и годовой заработной платы, толкает людей на то, чтобы они брали в долг деньги и не всегда в банке. А у своих родственников, или близких друзей, или знакомых. И также бывают разного рода болезни. Необходимость прооперировать человека. Необходимость купить дорогостоящие лекарства. Или поехать проведать пожилых родственников. У людей всегда найдутся причины, почему они должны что-то занять у других людей, может быть без процентов. И тогда они ищут поручителей. Они говорят о том, что они вернут. Многие подруги, многие друзья поссорились в результате того, что обещали друг другу вовремя вернуть деньги, но не только не вовремя не вернули, а не вернули их вообще. Поэтому поручительство это достаточно ответственное дело. Очень ответственное дело. И есть люди, которые страдают от блуда, от лудодеяния, это игорная зависимость, от наркомании, от алкоголизма, от криминальных каких-то направленностей, деятельности. И они оказываются в трудных ситуациях. Они оказываются в трудных ситуациях вплоть до того, что их могут просто посадить в тюрьму. Если они определенную сумму денег откупные не отдадут кому-либо. Мы сейчас не будем фантазировать, просто говорим об этом. Если у людей нету денег, если у людей нету поручителей, которые бы за них могли сказать, что я отвечаю за этот человек, то тогда их ситуация крайне тяжелая, и мы можем просто догадываться о том, чем она может закончиться. Давайте обратимся к Библии. Я хотел бы привести три стиха, два из которых они будут немного противоречить друг другу. Но мы должны об этом тоже рассуждать. Итак, первый стих это притч 11-15 стихом и там стоит о поручительстве следующее. Зло причиняет себе кто ручается за постороннего, а кто ненавидит ручательство, тот безопасен. Обратите внимание, за постороннего слово ключевое в этом стихе. Притча с 17-18 стихом человек малоумный дает руки и ручается за ближнего своего. Дает руку и ручается за ближнего своего. Малоумный. И вот у Сирахова есть в 29-й главе с 17-го по 20-й стихи следующая информация. Добрый человек поручится за ближнего, а потерявший стыд оставит его. Не забывай о благодеянии поручителя, ибо он дал душу свою за тебя. Грешник расстроит состояние поручителя и неблагодарный в душе оставит своего избавителя. Поручительство привело в разорение многих достаточных людей и пошатнуло их, как волна морская. Поручительство. Порассуждайте вы на эту тему, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. достаточных 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 у